В эфире информационная программа «День города». Марина Комиссарова на ваших экранах. Я и мои коллеги готовы рассказать, как прошла среда, 26 октября. Здравствуйте. Смотрите прямо сейчас. Самолеты, танки, командиры. Под Рязанью проходят масштабные российско-белорусские учения. Утверждена кандидатура нового, уполномоченного по правам человека в регионе. Наталья Епихина присягнула прямо на заседании областной думы. Успеть предотвратить. О помощи взывают жильцы дома на высоковольтной. Они боятся повторения воскресной трагедии. В связи с трагической гибелью людей в результате взрыва бытового газа в жилом доме в городе Рязани в воскресенье 23 октября 2016 года, сегодня, 26 октября, в Рязанской области объявлен День траура. В День траура на всей территории Рязанской области приспустят флаги Рязанской области. Организации телекомпании и учреждения культуры, расположенные в Рязанской области, отменили сегодня развлекательные передачи и мероприятия. Напомним, что при взрыве погибло 7 человек и 13 пострадало. Наша телекомпания приносит искренние соболезнования родным и близким погибших, а также всем пострадавшим. Жители пострадавшего от взрыва дома боятся возвращаться в свои квартиры. Сегодня, когда люди организованно пускают в их квартиры для того, чтобы они могли забрать вещи и документы, они не узнают своих квартир. Выбитые окна и двери, стекло на полу, сломанная техника. Картина напоминает площадку после съемок фильма «Катастрофы» и заставляет снова пережить ужас той ночи. Более того, на стенах после взрыва люди находят трещины и видят угрозу дальнейших разрушений. Вот эта стена ушла полностью, она вот так вот идет наискосок все. Это ваш первый подъезд? Да, это наш первый подъезд. По подъезду, когда идешь, сверху везде трещины. По потолку в доме трещины, в подъезде трещины. Где лифт между лифтом? Трещины очень большие. И мы во втором подъезде. Во время взрыва был просто ужас. Дом так и трясануло. Я просто не представляю, как там можно жить дальше. Максим с Леной – молодая семья. В их квартире ударной волной выбило стекла, но шторы, к счастью, удержали осколки. Буквально в полметра от окна стояла кроватка, в которой спал их малыш. Сегодня они показывают фото с трещинами в стенах и боятся возвращаться домой. Люди, которые выше нас, на 10 этаже, трещины в потолке неимоверные. Непонятно, что значит дом в удовлетворительном состоянии. Что потолок рухнет, а стены у нас останутся, да? Если у одних трещит потолок, то есть у других это идет как бы пол трещины. Причем глубоко. Я туда вставила ножницы вот так вот, знаете, вот раз и вставила туда ножницы. И вы думаете, там жить можно, можно туда возвращаться? Если их даже сейчас заделать, эти трещины, быстренько заштукатурили, зашпаклевали, все, красочкой закрасили, и все хорошо. Где гарантия того, что через полгода этот дом не рухнет? Дома планируете возвращаться? Да вы что, а там можно жить вообще, вы думаете? Я думаю, что нет. Многие из людей уже задумываются о продаже своего жилья. Вот только сколько будет стоить такая квартира? И найдется ли на нее покупатель? Вопрос. Многие, может, здесь не хотят, в этом доме, правильно? Да, лучше мы, вовремя, предоставим, и сколько стоим здесь эти квартиры? Вопрос записали. Обследование дома показало, что он будет пригоден для жилья после демонтажа разрушенных квартир. Эксперты пришли к выводу, что, несмотря на взрыв, несущие конструкции не потеряли жесткость. Прийти к таким выводам оперативно позволил диагностический комплекс струна, который был специально доставлен в регион. Дело в том, что там трещины есть, но не все из них являются какими-то опасными, критическими. Там есть что-то в перегородках, есть какие-то в ненесущих стенах. Поэтому я бы не сказал, что надо сейчас прям паниковать и бежать из дома. Мы несем ответственность за свою подпись, да, и готов. Мы еще отработаем, я думаю, что за один день сложно, но мнение мое такое, что, в общем-то, подлежит восстановлению. Тем не менее, жильцы этого многострадального дома не верят уже ни одному заключению. Мы боимся там жить, потому что неизвестно, как в состоянии дом. То, что дают заключение комиссии, мы не доверяем. Почему вы не доверяете? Вроде комиссия из Москвы никуда не должна. Потому что мы стучались в администрацию города в том числе с мая месяца. Вот чем все закончилось. Таково мнение жителей этого дома. В любом случае, итоги и окончательные выводы сделает экспертная комиссия. Вчера в Рязанском институте развития образования состоялась встреча жильцов дома по улице 1-й Осенний переулок с представителями городской власти. Обсуждался ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Далее подробности. В общении с жильцами пострадавшего дома приняли участие заместители главы администрации Рязани Лариса Крахалева и Андрей Ульянов, а также зампредседателя правительства региона Елена Буняшина. В частности, речь шла о порядке организации по квартирной экспертизе, которую с сегодняшнего дня проводят специалисты Центра исследования строительных конструкций и материалов, в том числе с целью определения размера ущерба и последующих компенсационных выплат. Мы проведем обследование всех квартир в этом подъезде, для того, чтобы снять все вопросы у вас и у нас, для того, чтобы обезопасить всех и понимать, что дом этот может использоваться для проживания. К централизованному теплоснабжению подключена пока лишь вторая секция дома, которая практически не повреждена. Сегодня днем жильцы в сопровождении представителей полиции могли зайти в свои квартиры для того, чтобы взять необходимые вещи и документы. Водоснабжение тоже готово к пуску, просто пока нет жителей, там никто его пускать не будет, чтобы никого не затопить. Мало ли у кого что-то было включено. То же самое, такая же аналогичная система по газу. Напомним, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации, опубликовано соответствующее распоряжение губернатора. Такой режим будет действовать до особого распоряжения. В настоящее время в пункте временного размещения в гостинице проживает 33 семьи, а именно 80 человек. Теперь тревогу бьют жители дома по улице Высоковольтной, дом 34, корпус 1. Они опасаются, что следующая трагедия может произойти именно с ними. Галина Ершова воочию убедилась, что жильцам есть о чем беспокоиться. Состояние дома по адресу улицы Высоковольтная, дом 34, корпус 1 оставляет желать лучшего. Резкий неприятный запах, отваливающаяся штукатурка и осыпающиеся окна. Наибольшее опасение вызывает кухня. Здание считается общежитием и готовят здесь на общедомовой территории. Входную дверь можно легко преодолеть обычным движением руки. Домофон здесь не работает. Таким образом, на кухню, которая тоже является незапираемой, может попасть любой желающий. Жители дома боятся повторения трагедии, которая произошла в это воскресенье. Очагом беспокойства являются газовые приборы в кухне на первом этаже. Рядом с газовой комфоркой, которая сама находится в ужасном состоянии, расположено окно. В нем уже около месяца выбито стекло. И если на других этажах пенсионеры дежурят и самостоятельно осматривают приборы, то спускаться на первый этаж они просто боятся. Там у нас одни живут, у них была полученная семья. Одна живет, у них была полученная семья. И поэтому вот там такие вещи происходят. И многие даже говорят, что к ним залазят через окно. С улицы через окно залазят. Выбивают стекло и залазят на кухню. Говорят, бомжи. Управляющая компания дома Техрембеттехника еще две недели назад обещала вставить окна. Но даты не уточнила. По счастливой случайности это должно произойти сегодня. Сегодня там производится замена стекла в подъездах и на общих кухнях. Наша съемочная группа вновь выехала на дом в два часа дня. Но никаких изменений не увидела. Стекла по-прежнему разбиты, никакие работы не ведутся. Также жители дома жалуются и на плохое состояние газовой техники. На четвертом этаже плиты уже заменили за собственные средства. Демонтажем старых и установкой новых занимались специалисты из Горгаза. Но профилактические работы в доме давно не ведутся. Газ у нас профилактику не проходил уже лет 20. У нас никто даже не заходил и не проверяли никогда его. Договора по газовому оборудованию заключены. Обследуются регулярно вытяжки ВДПО и ВДГО газовое оборудование общедомовое. Управляющая компания дома утверждает, что договор на обслуживание газового оборудования заключен с Рязань-Горгазом. Однако в базе дом числится только по договору на обслуживание внутридомовых газопроводов. Профилактическим осмотром газового оборудования Рязань-Горгаз в этом доме не занимается. Таким образом и ответственность за исправность плит и отсутствие утечек газа на общедомовых кухнях никто не несет. Точнее она ложится на управляющую компанию. Напомним, что именно Техрембеттехника является управляющей компанией взорвавшегося дома в первом осеннем переулке. На полигоне в Дубровичах продолжаются совместные российско-белорусские батальонные тактические учения с десантированием и боевой стрельбой. В ходе совместных маневров десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия по ведению специальных действий. Совершенствуют практические навыки командиров в управлении смешанными подразделениями в составе миротворцев. Всего в учениях задействовано около 600 человек личного состава и не менее 30 единиц военной бронированной техники, 10 самолетов армейской авиации. В эпицентре событий побывал Артем Бухвалов. На первом этапе совместных учений десантники должны были произвести десантирование и захват аэродрома условного противника. Эта задача была выполнена. Главная цель все-таки выполнена. Организация взаимодействия. Каждый понимает на своем уровне, что у нас в принципе нет особых рамок, которые могут быть в какой-то границе. Главная это цель. Если в первый день командование осуществлялось российскими военными, то во второй день на полигоне в Дубровичах командовали белорусские десантники. В этом и состояла задача подработки взаимодействий подразделений России и Белоруссии. Моя основная задача – организация управления командованием своими подразделениями батальона во взаимодействии и выполнении советских мероприятий с подразделениями Российской Федерации. Учения проходили по следующему сценарию. Условный противник нападает на дружественное сопредельное государство. Наши военные силами двух десантных батальонов из России и Белоруссии останавливают наступление противника и, дождавшись подкрепления, отбрасывают неприятеля к его границе. Командование приняло решение воспретить подход этих резервов противника для того, чтобы, скажем так, это осуществить. Были подняты два батальона. Второй парашютно-десантный батальон и 317 батальон отдельной парашютно-десантной республики Беларусь. Задачи справились. Противник был остановлен. Противник ушел обратно за государственную границу дружественного нам государства. Бронемашина «Дрозд» обнаружила противника, после чего передовая группа уничтожила разведчиков и, обнаружив огневые точки, закрепилась на своих позициях. После чего основные части нанесли первый удар по условному противнику и отразили его наступление. Артиллерия отработала по дальним целям, после чего в бой вступил резерв. Учебные стрельбы показали высокий профессионализм российских и белорусских подразделений. Все цели противника были поражены. Я, как командир батальона, могу оценить свой батальон и то, что я увидел в нашем братском, товарищеском, 317 батальоне. Скажу, что цели поражались уверенно, но оценку я сам себе, скажем так, поставить не могу. Надеюсь, руководство поставит оценку не ниже хорошо. Учения прошли в дружеской обстановке. Белорусские десантники по достоинству оценили гостеприимство рязанских военных. Отлично чувствовалось. Погода хорошая, полигон отличный. Можно выполнять задачи, тренироваться, проводить учебно-тренировочные задачи. В ходе совместных учений десантники двух стран отработали вопросы взаимодействия отрядов быстрого реагирования в смешанных группах, которые действуют в составе сил ОДКБ. На очередном заседании областной думы утвердили кандидатуру нового уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Эту должность заняла Наталья Епихина. Присягу Наталья Леонидовна приняла прямо на заседании и, согласно закону, с этого момента вступила в должность. Кроме того, в рамках заседания депутаты обсудили проект закона о стратегическом планировании в Рязанской области. С докладом по этому вопросу выступил заместитель министра экономического развития региона. Подробнее в сюжете Анны Герцовской. Заседание думы началось с минуты молчания в памяти погибших во время взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани. Депутаты внесли изменения в бюджет, выделив 27 миллионов на помощь пострадавшим. Сегодня утверждена кандидатура уполномоченного по правам человека в Рязанской области. Им стала Наталья Епихина, имеющая большой опыт общественной и правозащитной работы. 12 депутатов нашей фракции были в числе 14 коллег, которые инициировали именно Наталью Леонидовну Епихину на должность уполномоченного по правам человека Рязанской области. Я с деятельностью Натальи Леонидовны знаком 6 лет. Лучше всего, конечно, о человеке можно судить, когда видишь его в деле. Я видел ее профессионализм, ее отношение к работе. Я считаю кандидатуру Епихиной Натальи Леонидовны на должность уполномоченного по правам человека Рязанской области достойной. Она обладает достаточным опытом для занятий соответствующей должности. У нее очень большой опыт работы в общественных организациях. Мы-то считали, что для такой должности, конечно, одно из оснований и требований должно быть юридическое все-таки образование высшее, потому что вопросы по защите прав человека Рязанской области, они актуальны. Коммунисты единственные, кто воздержался при принятии решения. Однако законодательство требований о юридическом образовании правозащитника не содержит. После принятия присяги Наталья Епихина сообщила о первых задачах, которые она уже поставила перед собой. И я думаю, первочерная задача – это, конечно, защита прав и свобод пожилых людей, людей с инвалидностью. И сейчас, наверное, первочерной задачей будет забота о тех людях, которые пострадали во время взрыва. Сегодня в первом чтении рассмотрен проект закона о стратегическом планировании в Рязанской области. Такой закон необходим для последующей разработки документов долгосрочного стратегического планирования. К примеру, на подготовку стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года остается практически два года. То есть это долгосрочный план, чего у нас до сегодняшнего дня не было. У нас только среднесрочные документы мы принимаем. Это не более чем на три года. В Рязанской духовной семинарии открылся электронный читальный зал президентской библиотеки. Жители и гости Рязани теперь получили оперативный доступ ко всему фонду президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает около 500 тысяч единиц хранения. Открытие центра состоялось в рамках соглашения о сотрудничестве между президентской библиотекой и Рязанской православной духовной семинарией. Отныне жители и гости Рязани получат доступ ко всему фонду президентской библиотеки, который на сегодняшний день насчитывает более 400 тысяч единиц хранения. Это печатные и архивные материалы, аудио и видеозаписи, авторефераты, диссертации и многое другое. Здесь можно найти материалы о многовековой истории российской государственности, теории практики права, а также государственного языка Российской Федерации. В фонде немало электронных копий, книг и документов, которые раскрывают историю русской православной церкви. Отдельно представлена коллекция, посвященная истории Рязанской области. Чем же электронная библиотека президентская отличается от других? Во-первых, мы только гуманитарную направленность отслеживаем. Это государственность, это русский язык как государственный, это территория России и государство и право, конечно же. В настоящее время на территории Рязанской области уже заработали центры доступа к ресурсам президентской библиотеки. Размещены они в областной универсальной научной библиотеке имени Горького в городе Рязани и центральной библиотеке Малюгина в Касимове. На этом все новости минувшего дня. Смотрите больше новостей на нашем сайте город62.тв и в социальной сети ВКонтакте. Оставайтесь с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok